Двойник Дьявола Мамы Мии, кажется, он там играл жениха девочки, но у него не могу сказать, что такая суперяркая внешность, которая прям сразу бросается в глаза и сразу все от него вздыхают, умирают, но мне кажется, что в нем как раз есть какая-то такая харизма, которая, наверное, принесет ему успех и удачу. Он красавчик, естественно, элегантный, красивый. Я сразу же обратила внимание на его отличный синий жаккардовый пиджак. Не могла не обратить этого. Да-да-да, профессия обязывает, это понятно. Мне очень нравится, как он выглядит. Я хочу, чтобы ты работал на меня. Работать на вас? Будь моим двойником. Моим братом. Мы же как близнецы, нет? Интересно бы попробовать себя, во-первых, и в роли в таком фильме, но и мне кажется, что даже в роли такого актера и того, кого он играет, я так понимаю, что это тема Садама Хусейна. Ну, это вообще серьезный, очень такой серьезный шаг. Я вообще люблю историю, люблю фильмы исторические, потому что я не так часто хожу в кино, но на этот фильм я приехала, отложив сегодня все свои дела, уже в пять часов я была готова выезжать и приехать вовремя. Дьявольщина вся, она же, это же все интересно. Это же интересно, как они это сняли, какие будут спецэффекты или какая будет игра актеров. Мне убить его? Убить друга вашего отца? Я позволю тебе убить его. Нет. Если я должен убить кого-то, я хочу знать за что. Это секретная история, конечно, брата Садама Хусейна, как все, наверное, знают, но это реальная абсолютная история. Мне вообще нравятся документальные фильмы тем, что они, я надеюсь, не обманывают зрителей и действительно приоткрывают какую-то завесу тайны. Американцы так или иначе любую ситуацию в своей стране и в мире умудряются грамотно в итоге использовать. Написано, что основа на реальных событиях, но настоящих реальных событий никто из нас страны не знает, поэтому американцы, наверное, все сейчас правильно поставят в свою сторону. Я не отпущу тебя, я не отпущу тебя.